В украинских школах большое внимание уделяют пропаганде нацизма и ненависти к русским и к России. В Запорожье на уроках труда дети плетут кикиморы и маскировочные сетки для героев так называемой АТО. О школах Луганской и Донецких областей, подконтрольных официальному Киеву, проводят уроки патриотизма. На этих уроках детей принуждают покупать так называемую патриотическую газету «Крапивач», на первой полосе которой красуется фото украинской девочки в веночке и надписью на украинском языке «Папа, убей русского». Вот такой вот урок патриотического воспитания, на котором Бандеровец с автоматом в руках и фашистскими рунами за спиной промывает мозги детям нацистскими идеями. Это видео прислал нам один из читателей. Поздравляем с такими филозными тезисами цієї газеты, які вам наочно показали, чому россияне є нацією, пролечені на бомбарах, націю алкоголиків полежить на бомбанах и таких недолюдей. Цю статью написал наш комитетолог Насталенко. Других русских не мывает, ты, либо другой, либо русский петел, а не дано. Другие русские – это новое явление, которое получило развитие в течение последнего года на поле российской агрессии в отношении Украины и украинцевой нации. Суть этого явления в том, что появляются частные случаи, в которых тот или иной русский не считает себя солитарным в детстве от самого народа, гордо величая себя, а в воздействии. В сегодняшний русофобий является русскость, как разводительность национальной идентификации, которая проявляется в видеопождествления себя с Российской Федерацией и ее народом. Русская идентификация может рассматриваться только в виде тяжелой патологии ментальности, ввиду того, что она обладает рядом несовместимых противоречий, которые при насильственном совмещении вам ждать в ординальной системе ценностей и убеждений. Как мы видим, Россия по сей день остается трюльной народов, о том, которые с каждым днем слабо подействуют в объективных исторических процессах, стремясь дать пору широкому культурному возрождению покоренных народов, которое всегда заканчивается право-значением суверенитета. Точно такие же процессы, точно такие же антагогизмы похоронили искусственное государственное образование под названием Югославия, а также российскому миру. Первое. Россия – страна маргиналов. Второе. Россия – страна антигражданского общества. Третье. Маргиналы выбирают популистов. Четвертое. Популисты поощряют маргинализацию. Пятое. Процесс демаргинализации невозможен. Шестое. Антигражданское общество деградирует. Седьмое. Деградация ведет к упадку. Упадок ведет к развалу. Восьмое. Развал создает новое поколение маргиналов. И девято. Цикл затыкается. Спасение век. Отвечения от русскости происходит именно через руссоходные. Избавление от русскости осуществляется очень просто. Не хочешь быть русским, не будь им. Отвекись от русскости. Перестань себя идентифицировать с преступной организацией по названию Россия. Обретайте новую идентификацию. Станьте космополитом. Украинцем, американцем, немцем. И навсегда избавьтесь от рабского фильма русскости. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украины! А что делать с путем русской? У меня мама, папа, русские. А вы думаете, что русские, если я очень сильная, понимаемая, и я не знаю, что это? Что это? Ну, я бы сказал, что в дирекции страны и российской может быть, наверное, только в Одессе. Отличение русской происходит в жире и церковье. И из-за момента русской осуществляется просто не хочет эти русские, вверху тебе, а какие соответственности. Ты маешь в себе в гостях предстоятельно, как ты бываешь над россиянами. На этом есть купа музыку. Ты маешь лучшую гранитную мову. Ты маешь штат за отроком своей армии на Украине. Ты маешь взвести себя во всех них на городах, в этих прийтих, в этих братьях, которые сейчас будут в России. И это будет в кондиции наибольших максимальных шрифтах, в связи с того камера, который нагревается в городах. А я не знаю. А я не знаю. в России. А я не знаю. тело.